Реанимация постов. Данная фишка работает очень хорошо в фейсбуке, она мной проверена. Однажды я сделал серию мемов по заказу и некоторые мемы я постил со своей страницы в фейсбук. Но, но, по прошествии времени объем работы закончится и жалко, что эти мемы забывают. Поскольку я не популярный в фейсбуке, я там 30-40 лайков всего лишь на картинке набегала и мне хотелось больше. Но больше как? Вконтакте эта фишка скорее всего сейчас так не работает, там получается нужно делать репосты или же заново постить. Но в фейсбуке, когда вы заходите в старый свой альбом, если вы не лайкали, то вы лайкаете. И этот пост поднимается, вероятность того, что кто-то из друзей заметит его, лайкнет, напишет комментарий и пойдет поедет дальше. Будут втягиваться, вовлекаться в это все новые и новые люди. Значит так, реанимация постов. Берем старый пост, ну любой пост, те картинка, видео, кто-то с ним делаем, взаимодействуем. Это либо лайк, либо коммент, простите пожалуйста. Либо еще попробовать лайкнуть чей-то комментарий и прокомментировать. Почему не стоит делать репосты? Ну может и стоит, вы смотрите сами, но речь идет о реанимации. То есть, допустим у вас уже есть, возьмем другой сейчас маркер, допустим у вас уже есть 30 лайков какое-то количество, 50 лайков. Или же какой-то пост набрал 100 лайков, а вы начинающий человек, и вот у вас неожиданно подфартило. И вы как бы хотите его реанимировать. И это не лишено смысла, поскольку некоторые люди смотрят, что если под постом имеется достаточное количество лайков, комментариев, он тоже начинает вовлекаться, просматривать, лайкать, читать, комментировать и так далее. То очень хорошо сказывается, поскольку к этим числам будут добавляться еще новые. Это хорошо работает фишка. Проверено не только на мне, но и на друзьях. Так что пользуйтесь, в фейсбуке эта штука хорошо работает.